Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы говорим с вами о самых интересных событиях городского круга Люберца, ну и, конечно же, о людях, которые эти события создают и героями этих событий становятся. У нас в студии Надежда Павлова и её мама Екатерина Павлова. Здравствуйте! Прям хочется сказать аплодисменты. Почему? Потому что у нас огромное количество кубков, медалей. Я сначала подумал, что к нам пришла спортсменка. Ну, потому что медали – это спорт, да, первое место, второе, третье и так далее, кубок опять же. А наша сегодняшняя героиня, которой мы уточнили 12 лет, это правда уже 12. Дело в том, что у нас Надежда певицы, не просто певица, а, по крайней мере, мечтает стать певицей академической и певицей в жанре… Аперетты и мюзикла. Аперетты и мюзикла. Вот об этом мы сейчас будем говорить, потому что уже много наград, но должен сказать, что… Ну, впрочем, наверное, мама сейчас нам расскажет, как 12-летний ребёнок дошёл до жизни такой, да? Вот. Скажите, вы когда почувствовали, что хотите петь? Может быть, кто-то вас насильно в школу отвёл, или мама заставила, говорит, пой? Нет. В 4 года я уже пошла в музыкальную школу. Ну, случайно… Не очень хотела, да? Нет. Или хотела? Хотела? Хотела. Все это случилось случайно, происходило по дороге и напевала всякие песенки. Мои родные об этом услышали и отвели меня в музыкальную школу. А кто конкретно отвел? Бабушка. Бабушка. Вот. Бабушки с дедушкой. То есть мир держится на бабушке. Да, они как-то ярче ощущают, что вот что-то… Что ты там напела? Ну-ка, ну-ка. Так. И бабушка привела в музыкальную школу. Что сказали там? Берём девочку? Да. Они меня взяли в подготовительную группу. Там изучали основы музыки. Так. Ноты и звуки. Там привели любовь к музыке, я бы сказала. Просто я вот сразу хочу спросить. Ну, я как-то в музыкальную школу не попал. Видимо, мои бабушки далеко тогда были. И я тоже что-то напевал, но никто это не услышал. Поэтому нет у меня таких кубков и медалей, посвящённых пению. Но тем не менее, скажите, тяжело учиться музыке? Всё-таки вам сейчас 12, тогда было 4-8 лет, вы живёте в музыке, можно так сказать. Там же сольфеджио есть. Протепьяно. Протепьяно. Вот это всё время что-то там мучительно. Или вам нравится? Конечно, бывает по ролю сложно, но музыка – это моя жизнь. Мне нравится. Надежда, ваша мама, когда она увидела ваше первое победное выступление, что из этих кубков было раньше всего? Первого кубка, к сожалению, здесь нет. Да, наверное, такой большой не смогли принести. Но что это было за первое выступление, уважаемая Екатерина? Значит, у нас в нашем городском поселении Малаковка проходил конкурс, назывался «Песня военной шинели». Надюша исполнила песню, которую мы сами с ней дома выучили. Не имеем языкового образования, пели мы песню «Катюша». Председателем жюри была Илона Броневицкая. Мы заняли тогда второе место, потому что… Это наш первый конкурс был. Да, это было серебро. Да, было серебро. Это был наш самый первый конкурс. Но Илона сказала, что у девочки будет большое будущее, пусть она обязательно занимается музыкой. Но я должен сказать, что очень часто те, кто занимает первое место, потом как-то растворяются в жизни. А те, кто занимает второе, всегда стимул. Они стремятся к победе. А вы стремитесь к победе? Да. А вот что нужно делать в пении, чтобы перепеть другого? Вы вот оцениваете свой талант? Вы знаете, что вы поете лучше всех? Или вы чувствуете, что вот тут еще подработать надо, вот тут надо что-то изменить? Ну, бывает. Всегда есть что-то, что можно улучшить. Всегда есть что-то улучшить и изменить. Ну, вот вы же участвуете в конкурсе, да? Там идет борьба. Да. Вот я никогда не понимал. Сейчас много разных программ, где сначала поют взрослые, потом поют дети, ну, самые разные подходы. И когда поют взрослые, идет соревнование, я это понимаю, да? Когда поют дети, идут соревнования, я не понимаю, потому что это слезы, потому что кто-то должен уйти и так далее. Вот проигрывать сложно, выигрывать тоже сложно. Вы как оцениваете своих коллег? Детей это лучше проходит, потому что дети обычно дружат. Они обмениваются телефонами, они за друг друга переживают, утешают или, наоборот, радуются. С ними гораздо проще, чем со взрослыми. Ну, скажите, сколько у вас, это только часть, у нас здесь, получается, пять кубков и две медали. Расскажите, где вы уже принимали участие, в каких фестивалях, конкурсах? Я принимала участие в «Катюше юниор», прошла там финал. И также я ездила в Новосибирск от Москвы на «Веснушку авиа». Участвовала в «Серебряном голосе», в конкурсе «Надежда Романсиада» и конкурс «Лемешева». Понятно. А как вы находите эти конкурсы, или вас кто-то рекомендует? Снабжает музыкальная школа. Да? Да. Или некоторые конкурсы мы ищем сами. Понятно. Скажите, пожалуйста, все-таки, какое было образование? Мы перед началом программы тут целый список написали. К маме вопрос. Что наша Надежда посещала или посещает сейчас? Надюша сейчас учится, как и все дети, в гимназии. Это гимназия 46, поселка Малаховка, в шестом оклассе. Помимо этого она занимается музыкальной школой имени Ковлера. И занимается в детской школе искусства города Люберц именно академическим вокалом. Вот скажите, я так понимаю, что пока именно московский детский хор – это такой уже выход на другой уровень. Правильно я понимаю? Много там народу-то? Много. Есть четыре группы. Старшая группа. Вот Надюша в этом году в старшей группе уже есть средняя группа, младшая и подготовительная группа. Хорошо. И вот мы до программы тоже обсуждали, что когда люди поют, особенно в хоре, всегда, мне кажется, когда я вижу, что один солист, два-три солиста и огромный хор. Мне как-то жалко иногда этих людей, которые в хоре стоят, потому что они не солисты. Вот он или она там впереди, а я тут стою со всеми. У вас есть сольные номера? И как с солистами в детском хоре дела обстоят? Да, есть сольный номер. Я там пою «Прекрасно далёко». Да вы что! Это же песня, под которую плакали и вы, Екатерина, и я, и все бабушки и дедушки, и даже прабабушки и прадедушки. Вы поёте «Прекрасно далёко» в детском хоре имени Виктора Иссоевича Попова? Да. И ещё одна песня «Я хочу взлететь над крышей». Понятно. А нельзя четверостише какое-нибудь нам напеть из чего-то? Сложно? «Из прекрасного далёка». Слышу голос из «Прекрасного далёка», Голос утренней серебряной росе, Слышу голос, и манящая дорога, Кружит голову, как в детстве, карусель. Слышу голос из «Прекрасного далёка», Голос утренней серебряной росе, Слышу голос из «Прекрасного далёка». «Прекрасное далёка» «Я начинаю путь». Возьмёте солистом? Нет, в хоре хотя бы постоять где-нибудь сзади. Надежда Павла, мы пока ещё никогда не пели в нашей программе, это такая хорошая, я думаю, у нас с вами опция может появиться. Екатерина, чего вы так мучаете ребёнка? Она дома-то хоть бывает? Она бывает дома, но крайне редко. Четверг у нас пока свободен. Ну а как? Вот просто для многих родителей, которые не знают, да, вот что делать со своим ребёнком, как его пристроить, чтобы обнаружить интерес, да? Вот как вам удалось это сделать? Вот когда она ещё была маленькая в детском саду, она ходила на большое количество кружков, на английский, в театральную студию, на хореографию, на рисование. А потом воспитатели сказали, вы знаете, вот все детки в кругу поют, а одна Надя поёт, вот допевает мелодию. Просто воспитатели были с музыкальным образованием у нас, и они заметили, ну вот как сказали, обратите внимание. И мы тогда на тот момент занимались спортивной гимнастикой в Институте физкультуры в Малаховке. Господи, боже мой. И мы решили перейти на соседнюю улицу, сходить в музыкальную школу. То есть мы могли потерять голос прекрасно в далёком? Да, так как у родителей нет музыкального образования, мы не старались обратить на это внимание, искали в чём-то другом таланту ребёнка. Даже хотели на каратэ. Скажите, а вам не мешала вся ваша, я так милая, семья большая, что они вас тягали туда-сюда, или вам это всё нравилось? Он нравится. Так силы, откуда же вы силы берёте? Вы маленькая ещё такая. Вы знаете, она сейчас просит... У детей больше энергии. А, у детей больше энергии, понятно. Она сейчас просит ещё отдать её в художественную школу. Ну, кстати, мы... И на хореографию. Если уже прозвучало желание стать певицей, да, потому что если певица в оперете, я года три назад был на премьере в Московском театре опереты. Я там тоже была. Да, да, да. И если берём в оперете, в мюзикл, там ведь требуется не только пение, там требуются актёрские навыки, там требуется хореография, там требуется спортивное гибкое тело. Извините, в оперете там и танцевать надо ещё, то есть умеете... Ну, там очень много требуется, поэтому Надежда смотрит... Хорошо, что в детстве мне это всё дали. Вот. Хорошо. Ну, 12 лет, конечно, трудно спрашивать в этом возрасте, куда вы собираетесь идти учиться. Но, тем не менее, уже есть какие-то... То есть вы будете продолжать заниматься пением? Да? И будете идти дальше уже в высшую какую-то школу, да? Возможно, в хоровую академию. Виктора Сергеевича Попова. Скажите, пожалуйста, а пение вам помогает ощущать себя лучше? Говорят, что пение лечит человека. Да, пение очень мне нравится, как будто это всё в моей жизни. Пение, когда я пою, ну, например, на сцене, да? Сначала мне страшно выходить на сцену, но как только я выхожу на сцену уже и начинаю петь, всё как будто страх улетучивается, и я себя чувствую свободно... Да, свободно на сцене, и даже поёт, как будто моя душа, я вживаюсь в роль. Скажите, а импортных людей вы каких-то поёте, зарубежных исполнителей? Что-нибудь на английском языке? Итальянскую песню. Итальянская? Да. Вы, может быть, завершите нашу встречу какими-нибудь итальянскими фрагментами? Сейчас надо подумать. Да, ничего, что с акцентом. Тут я вам уже точно не помогу, потому что я только Челетана помню, могу... Есть песня. Ля-ля-ля-ля, она опять... Есть итальянская и яткутская, мы её с хором пели. Давайте, фрагментик сделайте нам. Какой? Из какой песни? Итальянской. 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 Спасибо вам большое, Надежда Павлова. Молодец. Просто хочется радоваться, хочется, чтобы все дети могли уже к 12 годам определиться. Это вообще фантастика, конечно. Маме Екатерине огромное спасибо. Всей вашей... А бабушке особенно. У нас две бабушки. Одна бабушка привела в музыкальную школу, а другая бабушка привела в большой детский хор. Вот так вот. Вот всем вашим родственникам огромное спасибо. И желаем вам всего самого доброго. Надежда Павлова. Спасибо. Предстоительница посёлка Малаховка. 12 лет. Я думаю, так лет через 10 будет интервью, и я тогда сохраню наше интервью. Мало ли что. Можно поблагодарить руководителя? Давайте. Поблагодарим. Я очень благодарна руководителям, которые во мне воспитали это чувство музыки. Очень благодарна своим друзьям за то, что они меня поддерживали, и своим родным. Спасибо вам большое. Видите, какая скромная родных поставила на третье место. Надежда Павлова. Это программа, которая по-прежнему называется «Открытый диалог». Вернёмся скоро. Это программа «Открытый диалог», и мы продолжаем беседовать с участниками, представителями Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова и главными – «Жемчужинами». Это детьми. Конечно, если бы проявили всех, было бы замечательно. Но сейчас у нас в студии ещё одна солистка Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова – Алла Сайгак. И пусть меня простит Георгий Андреевич Журавлёв, который тоже здесь присутствует, потому что он художественный руководитель и главный дирижер большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Это тот самый человек, без которого концерт не начнётся, потому что сначала аплодируют ему. Как он выйдет, как он подойдёт, как взмахнёт палочкой. У вас же есть палочка, да, всё как положено? Она есть, пользуюсь ей редко, чаще в оркестрах. А, в оркестре, а так рукой? Да, в хоре только руками. А говорят, что, вы уж извините, Алла, вы подготовьтесь пока, а правда говорят, что у каждого дирижёра есть набор палочек почти как у Гарри Поттера, да? Одна волшебная палочка, другая какая-то там чуть ли не золотая. Это правда, да. Разный вес, разные рукоятки, какая-то из пробки, какая-то из пластика. И различная вот эта трость, может быть, и для различной музыки иногда нужен хват плотный, иногда тоненький, иногда всей ладонью захватывать по-разному. И, соответственно, и разной длины тоже бывает. С ума сойти. Никогда даже не задумывался об этом. Вот. Ну, хорошо. Тут можно было бы много о чём говорить, но сегодня наше самое главное достояние – это дети. И, Алла, покажите нам, вы принесли с собой сертификат, да? Да. Давайте я вот, наверное, на мою камеру покажу. Этой осенью мы почти что всем хором ездили в Артек на конкурс солистов в большой сводный хор. Это детский хор России. И мне удалось стать солисткой этого большого сводного хора. А как там что? Драки, конкурентная борьба, ты плохо поёшь, ты плохо поёшь. А потом Георгий Андреевич встаёт и говорит, будет петь Алла, я сказал. Как у вас происходит? Ну, вообще ситуация была похожа. Так. Там был конкурс, в нём участвовало более 500 детей. Та вы что? Да. И он проходит там вроде каждый год. И в несколько этапов выбирали солистов для хор. Ну, то есть сначала один отбор, потом второй отбор, третий, тогда 500. В тритуру. В тритуру. Как вы перепели полтысячи человек? Об этом история умалчивает, но это случилось. Да. А там жюри какое-то? Тоже вопрос к Георгию Журавлёву. Да, как это вот отбор идёт? Да, там есть творческая комиссия, состав жюри или наставников, так можно сказать. Они работают с этими детьми, с этими коллективами, разбивая их на голоса, на группы. И отслушивают всех детей индивидуально. Это продолжалось на протяжении больше, чем недели, пока отслушивают, разумеется, всех 500 человек. И после этого выносили решение, кого продолжить отправлять во второй тур, кого оставить только в первом, а кого взять в финал. А вы уверены были, что вы попадёте, ну, по крайней мере, до финала дойдёте? Или нет? Или было ощущение, что... Честно говоря, не рассчитывала, то надеялась на свою победу. Алла, скажите, ну вот как вы спели? Я, когда был таким, как вы, смотрел выступление большого детского хора «Сёздного радио» центрального телевидения под управлением Виктора Попова. И мы тогда, конечно, обалдели, потому что такие же дети, как мы, поют какими-то сумасшедшими голосами. И точно так же многие пытались, как вот футбол, да, показывали футбол, повторяли, играли футбол, там, петь пытались и так далее. Ну, я никогда не получал сертификата солиста детского хора. Я пел в хоре в школьном, начинал первым голосом, закончил третьим. И даже ещё в университете была одно время такие команды создать хор, и там пел. Но вот так вот, чтобы, вот как вы, солист, 500 человек, я не представляю. Вы когда поняли, что вы победите? На финале или чуть раньше? Наверное, я когда приехала, я посмотрела на детей, которые вокруг меня. Так. И уже немного начала волноваться. Хотя, когда я туда собиралась, я думала, что, ну, как бы, тут без шансов. Звезда приехала, правильно. Я приехала, и все ребята рассказывают про себя, что вот я, например, победитель многих конкурсов в Ростовской области, и я вообще там самый лучший. То есть вы всё ниже-ниже, как гриб такой, всё ниже-ниже, да, спрятаться начали? А я закончила с отличием музыкальную школу, но по фортепьяно. Ага. Но, и поэтому у меня таких достижений, если не меньше, то вообще нет. Понятно. Но у вас есть голос, как мы теперь понимаем, да? Вот тут вопрос Георгию Андреевичу. Скажите, пожалуйста, детей талантливых в нашей стране было, есть и будет всегда много. Вот скажите, как удаётся распознать, что ребёнок поющий? Это раз. Второе. Это кто должен распознать? Родители его привезти? Вот как правильно это уловить и ребёнку сделать из него, вот в общем-то уже, как у нас говорят на сцене, работать на сцене? Да. Я считаю, что, конечно, первые шаги почувствовать талант должны исходить от родителей. И тут родителям, может быть, если уместно дать такой совет, что если они в музыке хорошо разбираются, то стоит прислушаться. Если разбираются не очень хорошо, то лучше дать возможность послушать их ребёнка профессионалам, чтобы они дали какую-либо оценку. Конечно, у ребёнка в возрасте от 5 лет, 8 или 12, это просто огромная разница, это пропасть, может поменяться всё до неузнаваемости. Он может не петь 8 лет, запеть в 12 или в 14, но профессионал сможет сказать, какая перспектива. Насколько трудно дастся ему путь музыки или путь приобщения к музыкальной культуре или погружения в основы сальфеджио и прочее-прочее. Насколько он будет легко воспринимать это всё, кому-то даётся это очень легко. В нашем хоре мы это определяем на прослушивание. К нам большой поток детей приходит, мы прослушаем их в два тура. То есть только после второго тура мы говорим, берём мы ребёнка в хор или нет, потому что очереди стоят по 4 часа, иногда и не заканчиваются. И мы ещё задерживаемся после 4 часов, ещё слушаем детей. И чтобы сделать точный выбор, мы слушаем это в два тура очень пристрастно, тщательно. И, конечно, после того, как ребёнка слушаем, мы можем родителям дать полный расклад, вплоть до того, что ему лучше заниматься хореографией. Потому что чувство ритма великолепное, и осанка есть, например. Или вплоть до того, что ребёнок всё слышит, ничего не поёт, поэтому он, например, может играть на каком-то музыкальном инструменте. Потому что голос его не слушает, но слух у него внутренний, хороший. Можно пойти в ансамбль песни и пляски, правильно? И то не в каждой. И то не в каждой. И всё-таки петь каждый может? Может каждый петь. Вопрос у кого, как получится? Понятно. Я прямо вот сейчас так хочу в детстве вернуться. Пришёл бы к вам на прослушивание. Я уверен, что я бы с первого прошёл бы. Я бы додавил, не знаю, взглядом, эмоциями. Как вы проходили прослушивание? Вас брали сразу или тоже мучили? Ну, на самом деле... Всё узнаем сегодня в детском хоре. Я же училась в музыкальной школе в Люберецкой. Да. Я всегда любила хор, сольфеджио. У меня была прекрасная преподавательница, Рубицкая Лариса Николаевна. И она нам всё время рассказывала про Большой детский хор. И я, когда слушала какие-то записи старых песен, я всегда натыкалась на Большой детский хор. И мне почему-то казалось, что это такая легенда, которая больше не существует вообще. Вот как я говорил, куда было такое ощущение, что где-то в прошлом осталось. Оказывается, есть. Однажды я просто наткнулась на новые записи и увидела, что у Большого детского хора скоро будет концерт в Доме музыки. Я туда пришла, с удовольствием ослушала весь концерт. И в конце ребята, которые вели концерт, рассказывали, что вот, можете прийти на прослушивание. Я быстро записала телефон и через неделю... То есть вы поняли, что вы должны быть вместе с ними? Да, я думала, что я не пройду, честно говоря, потому что, ну, кто я вообще такая? Потому что это... Вы, во-первых, из городского округа Люберцы, начнём с этого, да? А во-вторых, вы закончили музыкальную школу, вы сказали самую страшную фразу для многих людей. Я люблю сольфеджио. Я таких людей вообще-то практически не встречал. Вот. Я вижу, что из вас вырастет очень... Я бы с вами поговорил лет так через 10. Вот. Мне бы интересно было, какая наша звезда будет, как она будет рассказывать. Интеллектуальные и сиятельные. Да. Скажите, сейчас вопрос и Али, и Георгию Андреевичу. Вот кто с вами работает? Это же какой-то коллектив людей, да? Как они с вами работают? Распеваются? Как проходит ваш день репетиционный? Ну, сначала мы все распеваемся вместе, поём какую-то основную программу. Иногда какие-то партии уводят в другой кабинет и с ними работают отдельно. Мучают отдельно, да. Да. А если нужно подготовить солистов отдельно, то их приглашают в отдельный день и тоже с ними работают. Где вы сейчас выступаете? Куда вас приглашают? Как это происходит? Да. Площадок у нас много по Москве. Мы регулярно выступаем в Московском международном доме музыки. Мы выступаем в Московской филармонии, то есть концертный зал имени Петра Ильича Чайковского. Мы выступаем в Московской консерватории. Мы выступаем в Рахмайновском зале и выступаем в концертном зале «Зарядье». Это самые крупные площадки. На более камерных сценах мы выступаем тоже часто, их все и не перечислить. На концерты нас приглашают, как правило, если это крупный зал, то за год, за полгода в какой-то абонементный концерт приглашают оркестры, для того, чтобы мы с ними поучаствовали либо в кантат-тернаториальном жанре, либо в жанре песенном. А на более мелкие концерты, скажем так, приглашают иногда за месяц, иногда за две недели, иногда за три дня. Алла, нам надо завершать. И вы же знаете, что если в первом тайме нашего разговора музыкального мы пели, то сейчас нужно спеть. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и тони поход. А волны и стонут, и плачут, и плещут, и плещут о борт корабля. Растаял далеком тумани рыбачий, родимая наша земля. Растаял далеком тумани рыбачий, родимая наша земля. Ну, честно говоря, мне нечего добавить. Я представил себе, как Алла подрастет, выйдет где-нибудь в караоке на набережной и запоет. Я думаю, что тогда многие забудут, что есть какие-то другие певицы. Мы вам, всем вашим подружкам, друзьям, всем, кто работает в Большом детском хоре, всем вашим преподавателям, Георгий Андреевич, передайте им большой привет, потому что даже не представляете, какое вы делаете фантастически важное дело. И мы очень хотим, чтобы хор по возможности чаще звучал, потому что вот, это называется пение. Вы давно слышали что-то подобное? Спрашиваю о наших телезрителей. Я благодарю наших участников. Художественный руководитель и главный дирижер Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова Георгий Журавлев, а также солистка Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова Алла Сайгак. Удачи вам и новых совершений. А от вас ждем новых голосов. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин